Всем привет! У нас в России принято ругать все отечественное, традиция у нас такая. Причем не важно какого качества и что, почему так происходит я не знаю. Вот и с моим товарищем произошло такое, искал он себе автомобиль, перебрал много вариантов и остановился на том, что лучше взять себе новую гранту в максимально возможной комплектации, как она называется не помню, извиняйте. Так ему и скидочку предложили, и его старый Ланос, который еле доехал до автосалона в 3D взяли. И выгодный кредит одобрили, и вот он уже на новом автомобиле с автоматом, круиз-контролем, подогревами различными, климат-системой и так далее и тому подобное. Конечно, после покупки решил поделиться с друзьями и родными хорошей новостью. А в ответ услышал, Ладу за 600 тысяч, ты дурак? Лучше старого японца, немца, корейца взять. На вопрос, чем лучше, никто, конечно, внятного ответа не дает. Люди искренне считают, что лучше ездить на 15-летней иномарке, с не всегда понятным прошлым, которую потом еще не продашь, чем на новом отечественном автомобиле с полным фаршем. В общем, большинство людей, я извиняюсь за выражение, обосрали машину, хотя большинство в ней не сидели даже в качестве пассажира. А мне, знаете ли, автомобиль понравился, я даже проехался на ней, первый раз за рулем Гранты. Сидеть удобно, все эргономично, под рукой. Автомат хороший, руль очень легкий, для авто бюджетного сегмента очень даже неплохо, багажник огромный. Человек покупкой доволен, а это главное, но что, вполне современный автомобиль, довольно тихий, экономичный, а сейчас со всеми плюшками комфортный. А попробуйте за эти деньги найти конкурента в такой комплектации, навряд ли получится. Так что давайте уважать и выбор других, и наш автопром. Да, он не идеален, но какой есть. Друзья, а как вы считаете, что лучше, бушная иномарка или новая Гранта? Пишите свое мнение в комментариях. Также не забывайте вставить большой палец вверх и подписывайтесь на канал. Всем спасибо.